Вы должны жить с чистой верой, подобной камню и извести. Бытие, глава одиннадцатая, стихи первый, девятый. Кирпичей и обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык. И вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Все люди, упомянутые в этом отрывке из священного писания, это потомки Ноя. В одиннадцатой главе книги Бытие описано некое событие, а именно строительство Вавилонской башни, которым были заняты потомки Ноя. В то время они говорили на одном языке, как написано. На всей земле был один язык и одно наречие. Бытие, глава одиннадцатая, стих первый. Иными словами, люди до строительства Вавилонской башни говорили на одном наречии. Но, двигаясь все дальше от востока, потомки Ноя нашли равнину в земле Сен-Наар, которая была расположена там, где находится современный Ирак. Там они приняли решение избежать рассеяния повсюду и сделать себе имя, построив башню из кирпичей высотой до небес. И вот эти потомки Ноя начали строить Вавилонскую башню. Но они начали её строить, используя вместо камней кирпичи, которые они изготовляли, а вместо извести асфальт, земляную смолу. Чтобы построить высокую башню, они использовали асфальт для кладки кирпича. Однако, поскольку это дело не было угодно Богу, Он повсюду рассеял всех людей того времени, смешав их язык. Более всего, Бог ненавидит тех, кто ведёт беспорядочную жизнь веры. Когда потомки Ноя пришли на равнину в земле Сен-Наар, то, по-видимому, прошло немного времени после того, как семья Ноя вышла из ковчега. Но они уже решили оставить Господа Бога. Иными словами, вместо того, чтобы положиться на Бога, они решили жить самостоятельно, без Божьей помощи. Ной спасся от Божьего осуждения водой по своей вере в Слово Божье. Трое сыновей Ноя – Сим, Хам и Иофет, а также их жёны – тоже спаслись по вере в Слово Божье, о котором им рассказывал Ной. В то время не только члены семьи Ноя, но и все виды земных созданий тоже были спасены по особому Божьему провидению. Однако эти потомки Ноя оставили Бога вскоре после того, как вышли из ковчега и восстали против Него, чтобы жить самостоятельно. Мы должны понять, насколько заблудшей и нечестивой была их жизнь перед Богом. Поскольку они разуверились в Боге, который позволил им остаться на этой земле, а также даровал им жизнь и всевозможные благословения, их попытка жить самостоятельно была очень тяжким грехом перед Богом. В то время они строили на равнине Сен-Наар Вавилонскую башню. Но, как сказано, во время строительства они использовали кирпичи вместо камней и асфальт вместо извести. Согласно Ветхому Завету, жертвенник всесожжений для Бога надлежало строить только из природных камней, а также сказано, что Бог принимает жертвы всесожжений наверху подобного жертвенника. Однако потомки Ноя захотели показать свою силу, построив Вавилонскую башню по своему усмотрению. Если мы познаем праведность Бога и попытаемся служить Ему с верой, мы не должны Ему служить, полагаясь на человеческую мудрость и собственные планы. Если мы уверуем в Божью праведность и попытаемся служить этой праведности, мы должны поклоняться Богу с верой, вдарованной Господом Евангелие воды и духа, воспринимая Его таким, как оно есть. Только если мы будем это делать, Бог будет счастлив, и мы тоже обретем совершенное спасение от грехов этого мира. И если мы будем это делать, другие души тоже спасутся от грехов по вере в Божью праведность. Однако люди пытаются жить по своему усмотрению, надеясь на собственные силы и мысли. Подобные люди являются идолопоклонниками, которые поклоняются иным богам, а раз они ступили на этот путь, значит, они стали еретиками, которые поклоняются золотым тельцам перед лицом Бога, как это делал царь и Яроваам, и навлекают на себя Божий гнев. Наш Господь спас нас от всех грехов мира Евангелием воды и духа. Он радуется от того, что Ему всегда воздают славу и хвалу, и оказывают почтение те из нас, кто обрели спасение от грехов по вере в Евангелие воды и духа. Однако в то время своим строительством Вавилонской башни люди выказывали свое пренебрежительное отношение к Богу, объединившись, чтобы сообща восстать против его праведности своими плотскими силами. Мы должны осознать, что подобные поступки являются очень глупыми перед лицом Бога. В сегодняшнем отрывке из Священного Писания Бог показывает нам, насколько все люди глупы. По мере того, как потомки Ноя умножались числом, им больше ничего не оставалось, кроме как жить рассеянными на больших территориях. Я думаю, что их изначальной целью строительства башни было создание центра, в котором они могли бы собираться всякий раз, когда нужно, где бы они ни жили. Так что с плотской точки зрения их поступки вполне понятны. Однако сам тот факт, что они объединили свои силы, чтобы жить ради самих себя, и при этом исключили из своей жизни Бога, являлся грехом. Бог не мог пренебречь тем, что люди пытались продемонстрировать свое единство и свою силу, собравшись вместе и строя огромную Вавилонскую башню. Это измена Богу, так само, как и поклонение золотым тельцам, и великий грех перед Богом. Если люди пытаются жить по своей воле и при этом игнорируют и отвергают волю Божью, это тоже великий грех. С человеческой точки зрения в строительстве Вавилонской башни нет ничего плохого. Напротив, люди считают, что так даже лучше. Однако с точки зрения Бога подобные деяния – это большое зло. Из-за этого случая люди ввергли себя в вечный хаос, как изменники, которые старались держать Бога на расстоянии. Однако случай с Вавилонской башней, во время которого люди пытались объединиться друг с другом, исключив из своей жизни Бога, был самым нечестивым и самым дерзким грехом людей, которые пытались стоять перед Богом, надеясь на собственные силы, а не на Иегову Бога. Упование на что-либо другое, кроме Бога – это грех идолопоклонства, который Бог ненавидит более всего. Бог уничтожает Вавилонскую башню хаоса, которую построили люди. Так само, как Бог даровал новую жизнь Ною, спасший Его от суда за грехи, наш Господь даровал нам Евангелие воды и духа и окончательно спас нас, верующих в эту евангельскую истину, от всех грехов этого мира. И мы можем уверенно жить с верой в Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь. Поскольку мы поднимаем взор с верой в Божью праведность, она приносит великие благословения и мир нам, живущим по благодати Бога и ради Его славы. Наша вера приносит Богу радость. Те, кто живут с верой и уповают на Бога и Его праведность, обрели истинную веру и истинный мир. Однако многие люди пытаются жить своими плотскими силами, что является плодом их мыслей, вместо того, чтобы полагаться на Бога и Его праведность. Это великий грех перед Богом. Бог радуется, когда люди искренне верят в Его Слово и исполняют Его, как это делал Ной, когда Бог обращался к нему. Иначе говоря, люди с такой верой, которая была у Ноя, приносят Богу радость. Из Слова Божьего мы видим, каким искренним и безупречным был Ной перед Богом. Тогда Ной в течение ста лет строил ковчег с верой в Слово Божье. Если бы он не верил в Слово Божье с чистым сердцем, он не смог бы строить ковчег в течение ста лет. Люди в то время, наверное, смеялись над дедушком Ноем, считая его глупцом. Они считали Ноя безумным и в соответствии со своим мышлением говорили ему, «Какой бы сильный дождь ни падал с неба, я за всю свою жизнь никогда не видел, чтобы затопило хотя бы маленькую возвышенность, так разве может погрузиться под воду весь мир?» Однако, поскольку Ной в своем сердце верил в Бога и его Слово, этой его веры оказалось достаточно, чтобы строить ковчег в течение ста лет. И более того, он строил его по замыслу, который изложил ему Бог. «Вся семья Ноя полностью посвятила себя делу послушания Богу, то есть строительству ковчега. Таким образом, он спасся от гибнущего мира верой в Слово Божье и, более того, спас жизнь членов своей семьи. Даже несмотря на то, что Ной передал свою искреннюю веру потомкам, люди, которые собрались в земле Сен-Наар, попытались жить самостоятельно и сделать себе имя, построив Вавилонскую башню и оставив Бога. И тогда Бог рассеял их и смешал их язык, чтобы они не могли закончить Вавилонскую башню. Из-за этого мы теперь испытываем большие трудности при переводе Слова Божьего на разные языки мира. В то время был один язык, и все люди могли без проблем общаться друг с другом. Бог позволил людям хорошо жить друг с другом, дав им одну и ту же речь. Но вместо того, чтобы унаследовать истинную веру своих предков, люди пали и начали воздвигать стену между собой и Богом. Более всего Бог радуется, когда люди строят жертвенники искренней веры. Отрывок из книги «Исход» гласит «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тёсаных, ибо как скоро наложишь на них тесла своё, то осквернишь их, и не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нём нагота твоя». Исход глава двадцатая стихи двадцать пятый двадцать шестой. И вот я хотел бы спросить вас, почему для строительства Вавилонской башни они делали кирпичи. Тот факт, что они строили Вавилонскую башню, указывает, что они пытались духовно отстраниться от Бога, полагаясь на свои плотские силы. И теперь некоторые люди пытаются познать любовь Бога в рамках своего плотского мышления и верить в Него, имея ложную веру. Все эти люди настаивают на собственном религиозном опыте рождения свыше согласно своему плотскому образу мышления. Раз я в это верю, значит, я точно спасен. Рождение от воды и духа означает именно это. У каждого человека есть плотские помыслы, но если он сам выдумает свое спасение и настаивает на нем, это очень большое заблуждение. Подобные люди говорят, я попаду на небеса, получив спасение от грехов по вере в одну только кровь Иисуса, пролитую им на кресте. Однако подобный образ мышления это грех противления Божьей праведности. Вы должны понять, как это глупо быть уверенным в спасении на основании собственных плотских помышлений. Спасение, придуманное плотскими людьми, называется мнимым спасением. Если бы христиане обрели мнимое спасение, они бы безнадежно погрузились в хаос. А если так, то чем отличается подобная вера перед лицом Бога от веры строителей Вавилонской башни? Это очень плотская и крайне ошибочная вера перед Богом. В наши дни христиане верят своим плотским помыслам, и они убеждены в том, что эти их помыслы представляют собой твердую веру. Но это большое заблуждение. Большинство христиан твердо верят только в христианские учения, следуя только своим помыслам, вместо того, чтобы повиноваться Слову Божьему. Однако это далеко не является верой в Евангелие воды и духа. Мы не должны полностью доверять своим мыслям, но вместо этого всегда верить в Бога согласно Евангелию воды и духа. «Вера того, кто следует учениям, придуманным людьми, это не что иное, как заблуждение. Нынешние христиане слепо верят в плотскую формулу спасения, которую сами же и придумали под видом христианского учения. Вот почему, когда они слышат Евангелие воды и духа, они считают его нелепым, вместо того, чтобы его понять правильно. Вот почему люди с самого начала должны уверовать в истинное спасение. Тот, кто всем сердцем верит в праведность Бога и его слово, имеет истинную веру. Господь сказал нам «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Иоанна, глава 8, стих 32. Мы должны познать Евангелие воды и духа и по-настоящему уверовать в эту истину. Также нам нужно искренне уверовать в изреченное Богом Евангелие воды и духа и принять его в свое сердце. Истинная вера это вера в Божью праведность и именно она по-настоящему радует Бога. Он одобряет именно эту веру. Основывая свою веру написанном Слове Божьем, мы должны верить в Иисуса, как в нашего Господа и Спасителя. Как христиане могли придумать подобные лжеучения? Люди, которые пребывают в духовном хаосе, придумывают христианские учения, добавляя к Слову Божьему свои плотские идеи. Одной из таких христианских доктрин является учение о возрастании в святости, которое привело к созданию учения о покаянных молитвах. Иными словами, учение о покаянных молитвах произошло от учения о возрастании в святости. Чтобы очиститься от своих грехов, современные христиане возносят покаянные молитвы после того, как согрешают против Бога. Однако иметь подобную веру значит верить в ошибочные христианские учения, придуманные людьми. И более того, христианские лидеры, которые придумали христианские учения, требуют от каждого верующего верить в эти учения, но это большая ошибка. Нынешние христианские лидеры, которые не родились свыше, доводят многих людей до погибели, истолковывая Библию в рамках своего образа мыслей, а затем на этом основании придумывая новые учения. Если человек уверует в Евангелие воды и духа, его грехи исчезнут, и тогда он обретет дар Святого Духа. Однако люди, которые не знают Евангелие воды и духа, цитируя отрывок Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Иоанна, глава третья, стих восьмой. Всё твердят, свои лжеучения, говоря следующее. Никто не знает, родился ли он свыше и обрёл ли он Святого Духа. Человек рано или поздно возрождается Святым Духом, если он продолжает верить в Иисуса, как в своего Спасителя. Эти люди проповедуют нелепые учения, потому что ещё не знают Евангелия воды и духа. Они это делают ещё и потому, что сами являются духовными слепцами, которые поверглись в хаос, потому что даже если они и слышат о Евангелии, они всё равно в него не верят. Те, кто сейчас проповедуют среди христиан подобные лжеучения, являются духовными слепцами. И тот факт, что большинство христианских лидеров являются слепцами, которые поверглись в хаос, представляет собой большую проблему. Но ещё большая проблема состоит в том, что люди, которые сегодня проповедуют подобные лжеучения, сами не понимают, какие лживые слова они говорят. Но тем не менее, они и далее упорно придерживаются своего неверного образа мыслей. Таким образом, большинство людей в наше время, которые исповедуют веру в Иисуса, не знают, как именно они родились свыше после того, как уверовали в Него. Вера этих людей не имеет ничего общего с Евангелием воды и духа. По этой причине они не могут засвидетельствовать свою веру на основании Слова Божьего. В качестве единственного свидетельства в пользу своего спасения они представляют кровь Иисуса, пролитую им на кресте. Подобные люди еще не родились свыше по вере в Евангелие воды и духа. И в сердцах этих людей есть грехи, не так ли? А если в их сердцах остаются грехи, значит, подобные люди являются грешниками перед Богом. Грешники это те, кто по-прежнему отделены от Христа. Вот почему Бог сказал, что человек должен родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Но те, кто не знают Евангелия воды и духа и не верят в него, продолжают говорить. Я точно не знаю, когда человек становится одним из рожденных свыше, но очевидно то, что человек, который верит в Иисуса, однажды родится свыше. Таким образом, эти люди придерживаются самочинной веры, основанной на их ошибочных помыслах. Что касается таких людей, их вера и их дух нуждаются в исцелении верой в Евангелие воды и духа. Только так они смогут понять, что искусственные христианские учения являются продуктом искаженного и беспорядочного человеческого мышления. Принимая и распространяя учения, которые появились в результате искаженного человеческого мышления, эти люди занимаются массовым производством христиан, таких, как они сами. Они говорят, никто не знает, спасен человек или нет. Только Бог знает, кто спасен. А что касается того, куда попадут люди, на небеса или в ад, это тоже известно только Богу. Они пребывают в таком хаосе, потому что не знают Евангелия воды и духа. Бог даровал людям Евангелие воды и духа, то есть истину, которая дает им возможность по-настоящему родиться свыше. А что касается тех, кто приняли эту истину, он дал им знать, получили они прощение грехов или нет, взойдут они на небеса или нет. Такова истина, изреченная в Библии. Бог даровал истинное прощение грехов всем тем, кто верует в Евангелие воды и духа, и наряду с этим он дал им истинное спасение, одарив их божественным святым духом. Однако утверждение, что только Бог знает о том, кто обретет спасение и взойдет на небеса, являются результатом невежества и незнания истины. Все люди в наше время, которые утверждают, что верят в Иисуса, не зная Евангелия воды и духа, являются обладателями хаотической веры, ведущими жизнь веры в рамках своего плотского мышления. Нынешние христиане, которые верят только в кровь Иисуса, пролитую им на кресте, верят в Бога, создав в своих плотских мыслях всевозможные искусственные христианские доктрины, такие как учения о возрастании в святости, а затем в рамках этих учений, придумав себе собственное спасение, небеса, вечную жизнь и даже Бога. В сегодняшнем отрывке из Священного Писания тот факт, что они наделали кирпичей и использовали их вместо камней, имеет отношение к вере современных христиан, которые верят только в кровь Иисуса, пролитую им на кресте. Нынешние христианские учения, созданные на основе плотских человеческих идей, являются ложными. Они сами себя утешают следующим образом. Поскольку я уверовал в Иисуса как в своего спасителя, я рано или поздно обязательно стану рожденным свыше. А поскольку я возносил покаянные молитвы, я должно быть очистился от грехов. Эти люди не могут точно доказать на основании Слова Божьего, что они очистились от грехов, но вместо этого продолжают тешить себя своими плотскими помыслами. поскольку я просил Бога о прощении грехов, вознося покаянные молитвы, я считаю, что Он простит мне мои грехи. Это вера неправильна. Подобная вера является ошибочной перед Богом. Она приводит людей к духовной слепоте. Мы должны истинно уверовать вписанное Слово Божье вместо того, чтобы исповедовать веру, которая является плодом наших плотских мыслей. Бог рассеял повсюду тех, кто пытались выдумать себе собственное спасение в своих плотских мыслях, а затем высоко его вознести. Мы в своей жизни должны верить в Писанное Слово Божье. Мы должны обрести спасение и жить с истинной верой в Евангелие воды и Духа. Прочитав сегодняшний отрывок из Священного Писания, мы увидим, что потомки Ноя использовали кирпичи вместо камней и асфальт вместо извести, но эти кирпичи и асфальт сделаны людьми. Однако ни один человек не может очиститься от грехов самостоятельно, кем бы он ни был. Грехи людей могут быть очищены их верой в Евангелие воды и Духа, которое Бог дал нам через Своего Сына Иисуса Христа. Во что же мы должны верить? Мы должны искренне верить в Евангельское слово о воде и Духе. Только так мы обретем спасение. Мы всегда должны почитать Бога с верой в то, что Господь пришел водой и Духом, чтобы спасти нас от мирских грехов, и что Иисус Христос является истинным Богом, который сотворил мир и всю Вселенную. Вместо того, чтобы просто познать Евангелие воды и Духа своим умом, мы должны искренне уверовать в это Евангелие своим сердцем. Те, кто не веруют в Евангелие воды и Духа по-настоящему и не следуют ему, не являются людьми, которые истинно верят в Иисуса Христа и следуют за Ним. Мы не должны верить в спасение, придуманное нами самими в своих плотских помыслах, но мы должны искренне верить в спасение, которое задумал Бог в Евангелии воды и Духа. Мы не сотворили Бога, так ведь? Мы должны уверовать в Бога, который существовал еще прежде вечности. Мы должны познать самого Бога, сущего еще прежде вечности, и уверовать в Него. И более того, мы должны вести жизнь веры, познав дарованное нам Евангелие воды и Духа и уверовав в Него. Мы должны истинно познать Бога, уверовав в Евангелие воды и Духа и жить перед Богом с этой верой. Мы должны жить с верой в Слово истины, которое Иисус Христос, сам Бог, даровал всем нам. Мы должны жить с искренней верой в то, что Господь спас всех нас, бывших грешников, от грехов мира, Евангелием воды и духа. И поэтому мы можем смело исповедать Его нашим спасителем и хранителем. Бог хочет, чтобы мы вели настоящую жизнь веры. Вместо того, чтобы вести жизнь веры, познав Бога только своим умом, Бог хочет, чтобы мы познали Его любовь, уверовали в Него и последовали за Ним всем сердцем. Бог хочет от нас искренней веры в Сво Слово. Бог хочет, чтобы мы верили в то, что Он нам даровал, воспринимая это таким, как оно есть. Бог, в которого мы верим, не был сотворен нами самими. Он существовал еще прежде творения и прежде вечности. Это Он сотворил нас и явил Себя на этой земле, чтобы стать нашим спасителем, когда мы погрязли в грехе. Господь также избавил нас от грехов мира и грехов в наших сердцах посредством Евангелия, воды и духа и защитил нас. Он хочет даровать нам вечную жизнь, навсегда возродив каждого из нас. Потомки Ноя строили Вавилонскую башню на невозделанной равнине в земле Сенаар. Равнина в земле Сенаар предположительно находилась на земле, которая является территорией современного Ирака. В этой стране действительно есть много равнин. Гор там мало, но зато повсюду есть пустыни. Когда потомки Ноя пришли на эти обширные территории, они, наверное, подумали, здесь хватит места для очень многих из нас. Бог дал нам эту землю, чтобы мы здесь собрались и жили за счет сельского хозяйства. Давайте не будем рассеиваться по земле, но объединим наши силы. Если бы они были верующими и духовными людьми, уповающими на Бога, они бы сказали, давайте жить перед Богом с верой, давайте не будем пользоваться человеческими средствами и методами, а наслаждаться дарованными Богом благословениями. Также давайте будем жить с чувством благодарности к Богу. Давайте не будем в своей жизни пользоваться человеческими методами, но давайте примем помощь и руководство от Бога. Не правда ли, что люди, которые жили до дедушки Ноя, погибли от потопа за то, что были своенравны и лукавы перед лицом Бога. Так давайте жить без лукавства. Посмотрите, что даровал нам Бог. Несомненно, что здесь хорошо пойдет сельское хозяйство. Так давайте возделывать землю, сеять семя, строить дома и жить подобным образом. Давайте построим обычные сельские домики и будем жить, воздавая хвалу Богу. Им нужно было сделать только это, но, к сожалению, они этого не сделали. Среди них было несколько выдающихся людей, которые придумали отличный план подобия этого. «Я считаю, что на такой земле, как эта, мы можем прожить и без Бога. Я думаю, мы можем без него обойтись». Подобную идею придумали плотские люди. Наверное, эти несколько человек высказали свои соображения и другим, которые в то время там собрались. «Построим себе город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли». Бытие, глава одиннадцатая, стих четвёртый. После того, как кто-то предложил эту идею, все люди откликнулись на неё положительно, сказав, «Правильно, это действительно верно, поэтому давайте перейдём от слов к делу». И вот при общем взаимопонимании они приступили к строительству башни. Итак, решено. Отныне мы начинаем. Мы теперь организуем следующие рабочие команды. Копатели земли, носильщики земли, поддерживающие огонь, собиратели дров, месильщики, изготовители кирпича, носильщики кирпича, укладчики кирпича, изготовители асфальта, черпальщики асфальта, носильщики асфальта и укладчики асфальта. По группам становись! Они построили людей в воинском порядке, а затем приступили к регулярной работе, назначив начальников каждой группы. Эти люди строили Вавилонскую башню с плотскими помыслами в голове. Однако их вера была беззаконной, мирской, бесовской и религиозной. Религиозная вера это вера придуманная людьми. Люди не хотели рассеиваться повсюду и попытались устроить себе хорошую жизнь, построив Вавилонскую башню высотой до небес. Они попытались жить, полагаясь на веру, которая возникла у них в голове. Однако подобная вера в учения, которые возникли в их голове, является ложной верой перед Богом, что и привело их к тому, что они были рассеяны повсюду. Вот в чем губительность веры на религиозной основе. Истинная вера в Божью праведность это не то, что мы придумали сами, но это принятие Евангелие воды и духа таким, как оно есть. Вера в Евангелие воды и духа не являются придуманной людьми, но это вера в истинное Евангелие, которое Бог задумал и осуществил для нас в Иисусе Христе. Вера в истину, которую Бог даровал нам в том виде, в каком она написана в его слове. Это истинная вера. Мы должны возродить свою веру, уверовав в Евангелие воды и духа. Что же должен делать человек, который исповедует учения, придуманные людьми? Он должен вернуться к вере в Слово Божье, стерев в порошок то, во что он верил раньше, то есть снова стать духовно истолченным. Сырьем для производства кирпича является глина. Подобно тому, как кирпичи становятся глиной, если их искрошить. Подобный человек должен отвергнуть свою догматическую веру и вернуться к истинной вере в Слово Божье. И с того времени он не должен исповедовать ложную веру в своих плотских мыслях. Мы должны верить в Слово так, как оно написано в Библии. Наш Бог является именно тем, кем Он есть на самом деле, и мы должны всем сердцем в Него верить. Бог даровал нам Евангелие воды и духа, которая стала основой нашей веры и стал для нас камнем веры и истинной спасения. Иисус Христос спас нас от грехов мира Евангелием воды и духа. Господь пришел на эту землю в человеческой плоти и спас нас от всех грехов мира и от осуждения за них своим крещением, которые Он принял от Иоанна Крестителя и своей кровью которую Он пролил на кресте. Вера в незыблемое Евангелие воды и духа, которым Бог спас нас от грехов мира, подобно камню, который всегда остается в первоначальном виде. Мы должны принять спасение от грехов и вести жизнь веры, приняв в свое сердце дарованное Богом Евангелие воды и духа таким, как оно есть. Евангельская истина о воде и духе не была придумана нами самими, но ее даровал нам Бог. Вы должны жить с верой в эту евангельскую истину, так само, как вы уверовали в Бога, который существовал еще до сотворения мира, и в его слово, приняв его таким, как оно есть. Сегодня мы просмотрели отрывок из книги Бытие, глава одиннадцатая, стихи первый, девятый. Данный отрывок из Слова Божьего нужен был не только людям того времени, но это слово нужно всем людям на все времена, потому что Слово Божье является вечной истиной. Через сегодняшний отрывок из Священного Писания Слово Божье не только говорит, что вера людей того времени была неправильной, но также оно говорит, что подобную веру не должно исповедовать и в наше время. Сказано, что вера, придуманная людьми, является заблуждением. Мы должны сломать все, что было создано плотским мышлением. Это означает, что мы должны уничтожить ложную догматическую веру, которая господствует в христианстве. Догматическая вера – это вера, в которой Слово Божье смешано с плотскими человеческими мыслями. Вот почему башня называется Вавилонской. Древнееврейское слово Вавилон означает смешание. То, что было создано путём смешания чистого слова Божьего с нечистыми человеческими помыслами является смешанной верой, то есть верой Вавилонской башни. Мы должны как можно быстрее сломать подобную веру, хотя мы до настоящего времени вели жизнь веры, если у нас ещё осталось то, что было создано нашими плотскими мыслями, мы должны без колебаний это сломать. Итак, мы должны рассеять все лжеучения верой в дарованное Богом Евангелие воды и духа. История христианства в Корее не очень продолжительна. Однако в течение короткого времени произошло великое возрождение корейского корейского христианства и теперь корейцы стали христианским народом известным на весь мир. Однако хоть и кажется, что произошло великое христианское возрождение в отношении количества христиан, но при ближайшем рассмотрении видно, что слово истины отсутствует. Скорее мы увидим только полностью догматизированную веру. Вот почему христианство, которое господствует в наше время, должно быть разрушено. Бог осуждает христианские лжеучения. Люди создали лжеучения о спасении, смешав собственные идеи со словом. Но Бог хочет разрушить подобную веру. Бог сказал, что проклянет тех, кто попытаются отстроить город Иерихон, который он разрушил. Поэтому если кто-то захотел возродить веру Вавилонской башни, он будет проклят. Также и в средневековой Европе люди с плотским образом мыслей продолжали создавать лжеучения более тысячи лет. Римский император Константин Первый сделал христианство официальной государственной религии Рима, издав Миланский Эдикт 313 год по рождению Христовому. А затем он вынудил свой народ принять христианство. Впоследствии на Первом Никейском соборе собрались лидеры Восточной и Западной Римской Церкви и создали некоторые из нынешних христианских учений, хотя и не все из них. С того времени христианские учения накладывались одно на другое, пока из них не выросла догматическая башня. Все подобные учения созданы путем сложения человеческим способом мышления. Христианские учения, созданные плотским человеческим образом мышления, кажутся имеющими твёрдое основание. В буддизме есть свои буддистские учения, и хотя они являются плодом человеческих мыслей, они не настолько систематизированы и единообразны, как христианские учения. Благодаря официальному признанию, христианские учения прочно стоят и возвышаются над нами подобно башне. Вот почему христианство называет себя самой основной мировой религией. Однако не один и не два человека погибли телесной и духовной смертью после того, как стали приверженцами подобных христианских учений. Иисус Христос – это Бог спасения, который пришел к нам по Евангелию воды и духа. Но люди очень скорбят и отчаиваются от того, что они, веруя в христианские учения, которые являются плодом их собственных плотских мыслей, не смогли спасти свои души от грехов. В конечном счете христиане, которые поверили в христианские учения и последовали своим плотским мыслям, получили ужасную рану в своем сердце. Это потому, что веру, сходную с кирпичами, люди создали сами. Бог не хочет, чтобы наша вера была подобна кирпичам. Вместо этого Бог хочет, чтобы мы верили в его чистое слово и воспринимали его таким, как оно есть. Иными словами, Бог хочет, чтобы мы искренне верили в Иисуса Христа, который пришел к нам по Евангелию воды и духа. Также Господь говорит нам, что мы должны верить в крещение, которое он принял от Иоанна Крестителя и в его кровь, которую он пролил на кресте. Иисус сказал, если человек построит дом на камне, этот дом устоит, но дома, построенные на песке, падут. Если человек уверует в Евангелии воды и духа, его вера не падет, потому, что она подобна дому, построенному на камне. Однако, если человек построит свой дом веры на учениях, сходных с кирпичами, этот дом падет, потому, что вера, подобная кирпичам, это дом веры, построенный на человеческих помыслах. Наш Господь хочет, чтобы мы построили свой дом на камне, искренне уверовав в Евангелие воды и духа. Господь повелел нам вести жизнь истинной веры. Также Господь сказал нам, что Бог сотворил небо и землю, и что Иисус Христос это сам Бог и Сын Бога Отца и повелел нам искренне уверовать в то, что Сын Божий спас нас от мирских грехов, придя к нам по Евангелию воды и духа. Бог пришел на эту землю в образе человека и полностью изгладил грехи людей Евангелием воды и духа раз и навсегда. Господь хочет, чтобы мы искренне уверовали в эту евангельскую истину. Господь хочет, чтобы мы обрели истинное спасение, приняв как должное то, что сказано в Священном Писании и искренне уверовав в Евангелие воды и духа. Наша вера должна быть чистой верой в Слово Божье. Мы не должны смешивать веру в Слово Божье и веру в собственные помыслы. Мы должны всем сердцем уверовать в дарованную Богом евангельскую истину о воде и духе так, как это написано в Священном Писании. Мы должны принять в свои сердца чистое Слово Божье таким, как оно есть. Мы не должны выдумывать христианских учений. Мы должны принять семя жизни так, как это сказано в Священном Писании, и принести плоды спасения, а затем воздать славу Богу. Вот что такое истинная вера. Мы всем сердцем должны верить в Слово Божье, которое пришло через Евангелие воды и духа. Когда мы поем хвалу, мы должны петь чисто и ритмично, и тем более мы должны воздавать хвалу от души. Иными словами, когда мы поем хвалу, мы от всей души благодарим Бога за то, что Он спас нас и даровал нам всевозможные благословения на небесах. Мы должны с чистым сердцем трудиться на служении Господу. Вы должны понять, как это замечательно, когда мы живем с искренней верой. Вы должны сами почувствовать, что значит искренне верить в праведность Божью. Мы должны верить в точном соответствии с тем, что сказано в Священном Писании и выражать свою веру через словословие. Также, когда мы слушаем проповедь, мы тотчас же должны всем сердцем принимать это слово. Подобно тому, как израильтяне под руководством Моисея поспешно ели мясо Агнца во время Пасхи с припоясанными чреслами и с посохами в руках, когда уходили из Египта, мы тотчас же должны всем сердцем принимать слово, которое слышим. Однако, когда люди слушают слово Божье, то вместо того, чтобы принимать его таким, как оно есть, они верят в него, предпочитая смешивать его со своими помыслами, а затем переделывая его в нечто подобное христианскому учению, и тогда их вера перестает расти, потому что это мертвая вера, в то время, как она должна быть живой. Если вас пригласили в какой-либо дом на обед, но вы вместо того, чтобы есть, принюхиваетесь и присматриваетесь к пище, говоря, а из чего она приготовлена, а я этим не отравлюсь, то разве вы не обидите того, кто вас угощает? Искреннее доверие и вкушение пищи с благодарностью и со словами «Как вкусно пахнет! Какое лакомство!» Вот что радует хозяина, который вас пригласил. В своей жизни веры мы, находясь в Церкви Божьей, не должны воспринимать Слово Божье своим умом, когда слушаем его в Церкви или получаем от кого-нибудь наставление в вере. Мы не должны анализировать Слово Божье своим умом, но прежде всего мы должны воспринимать и понимать его сердцем. Даже когда мы по-братски общаемся с другими святыми, и если они говорят то, что соответствует воле Божьей, мы должны воспринимать их слова своим сердцем, говоря нечто подобное. О, да ты прав, я действительно поступил неправильно, теперь я это осознаю. Когда к вам обращаются ваши братья и сестры, вы прежде всего должны принять это с чистым и смиренным сердцем, а затем обдумать их увещания и наставления на основании слова Божьего, это принесет вам большую пользу. Конечно, у вас может возникнуть мысль, я считаю, что это не так, но тот брат думает иначе. Однако мы поступим верно, если прежде с искренностью и смирением примем Слово Божье, потому что впоследствии мы сможем обдумать его в соответствии со своей точкой зрения. Мы должны внимательно выслушивать своих единоверцев, когда они тем или иным образом делятся с нами Словом Божьим. Если бы мы не воспринимали Слово Божье своим сердцем и с искренним отношением к нему, это был бы конец нашей жизни веры. Если мы не будем искренне воспринимать Слово Божьего, мы не сможем спастись от грехов, и поэтому, когда кто-либо, неважно кто именно, говорит нам что-то из Слова Божьего, мы должны принимать это с чистым сердцем. Если мы будем это делать, Слово Божье станет нашим. Веру Ноя унаследовали его сыновья Сим и Иофет. Это потому, что они верили с чистым сердцем и видели своего отца своим духовным наставником. Хам же не принимал слова Ноя в своё сердце, потому что мыслил следующим образом. Наш отец стар, так разве он может быть наставником? Нет, он не может быть моим наставником. И действительно, несмотря на то, что его отец рассказывал ему о Слове Божьем, он не принимал его в своё сердце. Вот почему хам насмеялся над Ноем, когда увидел своего отца, который работал в винограднике, пьяным от вина и лежащим, не прикрывшись. Он сказал, «Я так и знал, как жалок этот так называемый наставник!» Он спит, совсем не прикрывшись. «Да если бы кто-то увидел нашего отца в таком виде, наша семья, вне всякого сомнения, потеряла бы лицо, потому что все говорят, что наш отец служитель Божий». И тогда хам пошёл к Симу и Иофету и рассказал им об этом. Однако хам должен был смотреть на Ноя как на служителя Божьего и признавать это в своём сердце. Что касается тех, кто искренне признаёт своих наставников, их вера будет значительно возрастать. И подобные люди обретут дарованные Богом благословения, сами того не осознавая. Вера в Слово Божье возрастает в их сердцах, и поэтому впоследствии, когда они будут что-то говорить, они будут употреблять точно те же слова, которые изрекает их наставник, и они будут жить точно с такой же верой, как у их наставника. Дорогие единоверцы, вот что говорит Библия. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам, глава 10, стих 17. Только когда вы слышите Слово Божье, которое с верой изрекают вам служители Божьи, в вашем сердце зарождается истинная вера. Только тогда у вас возрастает истинная вера. Вы знаете отрывок из книги Псалмов, который гласит «Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Псалом 132, стих 2. Не так ли? Здесь имеется в виду, что Святой Дух изрекает Слово Божье служителям Божьим и через них. Проповеди, составленные служителями Божьими, это именно то, что всем вам говорит Бог. «Поскольку слово какого-либо проповедника является Словом Божьим, то если мы принимаем это слово в своё сердце, слушая то, что говорит проповедник, оно наделяет нас большими силами и духовно насыщает. Что касается тех, кто искренне внимают словам проповедника и тотчас же принимают их в своё сердце, Бог в тот же миг даёт им возможность понять своё слово во всей его глубине, обрести духовную проницательность и познать, что такое истинная вера. Даже если подобные люди не изучают Библию, не пишут доклады и не читают много книг, они всё равно тут же находят решение своих проблем. Истинная вера с чистым сердцем принимает слово Бога, изречённое его служителями. Наша вера становится истинной, когда мы верим в Евангелие воды и духа. Настоящая вера – это вера в Слово Божье, как в истину. Ложная вера – это вера, которая создана путём прибавления к Божьему Слову человеческих идей. Бог наилучшим образом использует человека, который с верой принимает как должное то, что написано в Священном Писании и повинуется этим словам. Такой человек очень подходит Богу для использования. Бог формирует человека так, как он хочет. Он делает это так, как если бы он был горшечником, который придаёт форму своему изделию по желанию, используя для этого только ком глины. Господь является горшечником, а мы глиной в его руках. Как бы он нами не распоряжался и что бы нам ни говорил, мы должны стать служителями, которые искренне веруют в него и повинуются ему. И вот теперь я хочу вам сказать, вы никогда не должны выдумывать себе веру, пользуясь своим плотским мышлением. Занимаясь своей миссионерской работой, я верю, что Слово Божье есть истина. Я не работаю без суеты, я только продолжаю читать Слово Бога, а когда Он открывает мне свою волю, по какому-то делу я говорю, дорогой Бог, раз такова твоя воля, я так и поступлю. Служители Бога повинуются тому, что велит Слово Божье. Если вы тоже верите в Слово Божье и повинуетесь Ему, Бог откроет перед вами дорогу, а также даст вам возможность расти как своим работникам. Мы должны верить в Слово Божье с чистым сердцем. Мы должны жить с истинной верой в Слово Божье. Только тогда мы сможем победить еретиков, которые господствуют в современном христианстве и спасти души находящихся там людей верой в Евангелие воды и духа. берой «Божье» «Божье» бог его «Божье» деревде с его дом «Божье» дом он «Божье» дом» «Божье» дом» «Божье» Продолжение следует...